друзья всем привет с вами снова из добро пожаловать на канал обзору гаджетов и мобильных устройств и сегодняшний герой распаковки этот телефон от компании риме риме 6 а это младший смартфон в линейке риме 6 которая была презентована и вышла в продажу в конце весны этого года и пускай риме совсем недавно презентовали уже линеечку риме 7 но телефончики из серии 6 сейчас стали как никогда актуальны за счет того что начали стремительно терять в цене этот телефончик на старте продаж стоил порядка 15 иногда даже 16 тысяч рублей все зависело от наглости продавца сейчас же его цена опустилась до вполне вменяемых 12 тысяч рублей именно за эти деньги я и приобрел его что же мы получаем за эти деньги ну а получаем и кстати довольно таки приличное устройство и хорошие технические характеристики здесь у нас и 4 гига оперативки и 128 гиг встроенной памяти не 64 как у некоторых бюджетников а 128 здесь у нас очень неплохой helio g80 от мтк который показывает вполне себе хорошие результаты в игрушках здесь у нас и хороший модуль камеры основная здесь на 48 мегапикселей ну конечно присутствует маркетинговый макро модуль и ширик но все мы знаем что в недорогих телефонах эти модули ну скажем так оставляют желать лучшего здесь также у нас естественно присутствует nfc ну куда же сейчас без этого и быстрая зарядка на 18 ватт причем она уже здесь в комплекте и докупать специальный адаптер не нужно ну а быстрая зарядка здесь нужно потому что аккумулятор здесь довольно большой на 5000 миллиампер и должен обеспечить довольно существенное время работы но и естественно как же без ложки дегтя в бочке меда она здесь конечно же присутствует в виде не самого лучшего экрана hd плюс разрешение да здесь не full hd но тем не менее за эти деньги характеристики мы получаем довольно неплохие ну что ж друзья давайте распакуем коробочку скроем ее и посмотрим что же здесь нас ожидает внутри фирменного желтого цвета коробка и на тыльной стороне мы видим краткие технические характеристики о которых я уже рассказал давайте вскрывать коробочку опа довольно туго идет хэй welcome to real me family стандартный слоган здесь у нас от real me здесь у нас должна скрываться скрепочка так и есть и чехольчик комплектный что очень и очень приятно ну и плюс ко всему естественно дополнительная макулатура мы это пока отложим в сторону и давайте уже извлекать телефон вот он он у нас реуме 6 ай квадро камера быстрый процессор helio g80 большой аккумулятор быстрая зарядка 18 ватт в коробке здесь еще нас ожидает собственно говоря кабель type-c для зарядки синхронизации и большой кубик адаптера зарядного устройства такой прям массивный кубик на 18 ватт который должен довольно быстро заряжать батарею в 5000 миллиампер ну что ж давайте уже смотреть на сам телефончик мне не терпится извлекаем телефончик и вот он такого приятного белого молочного цвета вообще они поставляются но по крайней мере официально в россии в двух цветах зеленый и белый но это не обычные цвета зеленый идет зеленый чай он такой вот как бы с такими полосками и белый тоже если вот посмотреть под углами видно что присутствует некий орнамент виде полосок и тыльная сторона она матовая и это очень здорово потому что в риме 6 был глянец который очень быстро царапился и покрывался отпечатками пальцев здесь же такой проблемы я уверен не будет матовый корпус понятное дело что смотрится все это не очень дорого но тем не менее это практично по периметру кант он тоже пластиковый несмотря на то что смотрится это неплохо и выглядит как металл но понятно что это пластик хотя тоже вот он сделан такой вот матовый они глянцевый но это тоже большой плюс как мне кажется к сожалению в отличие от realme 6 здесь у нас сканер отпечатка пальцев не интегрирован в кнопку включения а находится по старинке на тыльной стороне квадрокамера на тыльной стороне у нас вот в таком большом блоке основная камера на 48 мегапикселей ну и есть естественно ширик на 8 здесь у нас 2 мегапиксельная макро камера ну в общем такой маркетинговый набор как я его называю здесь у нас на другой стороне качелька регулировки громкости и лоточек давайте его сразу же откроем посмотрим какой лоток у нас внутри и как мы видим здесь он не комбинированный позволяет использовать и две симки и издишку одновременно это большой плюс вообще очень странно когда производители сейчас в нынешних условиях продолжают использовать комбинированные лоточки особенно в телефонах где допустим 64 гига встроенной памяти здесь вот 128 и я бы даже наверное не расстроился если блаток был комбинированный а когда приходит телефон на 64 и там приходится выбирать или две симки или издишка ну это не порядок на мой взгляд сверху мы не видим ничего здесь пустота а снизу мы видим отверстие микрофон три с половиной миллиметра под наушники моно динамик и тайп-си для зарядки и синхронизации ну в общем все вполне стандартно давайте оторвем уже наклейку опа и здесь мы видим что на экране наклеена у нас заводская пленочка это очень хорошо то есть мы имеем пленку на экране и чехол в комплекте то есть на первое время вам хватит ну и здесь глазок фронтальной камеры у нас старомодном таком формате в виде капельки а не допустим как у realme 6 в виде о-образного выреза ну что ж со внешностью разобрались давайте включать телефончик и смотреть что нас ожидает внутри что друзья я произвел первое включение настроил датчик отпечатка пальцев и работает он надо сказать весьма шустро давайте проверим удерживаем палец ну то есть реально моментально от прикосновения до того как зажигается экран проходит буквально четверть секунды то есть вот прикосновение сразу же зажигается экран экранчик как уже сказал здесь у нас hd плюс разрешение давайте выкрутим на максимум яркость посмотрим углы но что-то сказать про экран откровенно плохого я не могу за исключением того что здесь не самое высокое разрешение для такого большого телефона шесть с половиной дюймов ну действительно большая лопата и яркости здесь вполне хватает вполне достаточно хотя как мне кажется экранчик немножко уходит в такой вот в синеву что ли в синий оттенок можно единственное конечно сейчас попробовать залезть в настройки посмотреть по экрану что здесь еще мы можем сделать экран яркость режим затемнение это можно включить темный режим мне он очень нравится и я стараюсь практически всегда использовать этот темный режим не знаю мне вот очень и очень нравится как все это выглядит полноэкранный режим окей это те приложения которые поддерживают у нас но больше здесь а ну вот световая температура экрана холодный по умолчанию теплый то есть в принципе даже по умолчанию он немножко уходит в синеву но хорошо это все настраивается ничего страшного так давайте посмотрим какая версия у нас здесь android так по телефоне здесь у нас версия android десятка я не знаю получит ли он 11 версию или нет real me you а здесь версии 1 0 это оболочка от real me но она очень и очень сильно смахивает на голый android по сути своей только немножко по меню какие-то различия но телефончик она не перегружает и допустим работает значительно шустрее чем тоже не юай от сяоми память телефона как уже сказал 128 гиг свободно и доступно нам 112 из коробки ну и 4 гига оперативки давайте послушаем громкость динамик здесь у нас к сожалению моно так громкость звонка давайте выберем какие-нибудь рингтон чеки поинтересней разрешаем я не могу сказать что звоночек звучит очень громко но я думаю что вы не пропустите его особенно если будете использовать свои mp3 они стандартные звонки которые ну как обычно тише так сейчас я единственное поставлю авто выключение экрана через одну минуту а то он начинает гаснуть естественно сделаем несколько фоток посмотрим как фотографируют у нас модуль камеры из коробки давайте попробуем сделать псевдо макро вот такие вот маленькие объекты две скрепочки попробуем прям вот таки сделать супер дупер макро насколько это у нас получится или нет при искусственном освещении я не знаю объект чуть чуть побольше вот такие вот ножнички я попробую здесь текст сфотографировать посмотреть как это будет выглядеть и и сам текст у нас будет мелкий вот такой вот прям мелкий мелкий текст давайте попробуем его сфотографировать и проверить как камера справляется в условиях плохого освещения ну естественно по традиции сэлфи давайте посмотрим что у нас получилось разрешить сэлфи но здесь вот явный пересвет вижу что гораздо светлее фотка чем то что есть на самом деле и немножко вот на лице небольшие смазы но это недостаточное освещение в комнате сейчас поэтому нужно будет проверять конечно все уже и вне помещения на улице но вот мне кажется немножко пересвечен снимок по тексту давайте смотреть но вот текст мне понравилось как получается очень четко здесь никаких вопросов все абсолютно хорошо видно и читаемый я думаю что даже этот текст запросто может быть распознан программой сканирования которая переводит картинку в текст идем дальше ножницы вот здесь вот я постарался сфотографировать вот этот текст так давайте приблизим вот сюда вот смотрите ну на мой взгляд шикарно действительно очень и очень неплохо получилось ну практически макро ну и скрепочки давайте посмотрим мелкие объекты и и здесь мне кажется тоже вполне себе достойно справился модуль камеры ну на первый взгляд очень неплохо учитывая то что снимаю я сейчас помещение с искусственным освещением здесь конечно мы сейчас фотографировали в стандартном режиме есть как раз 48 мегапикселей мы получим еще больше детализации здесь у нас вариант видео представлен по моему только в формате 1080p 720 до разрешение видео 720p и 1080 к сожалению и там и там только 30 кадров в секунду ну и в отличие от риме 6 здесь к сожалению нету электронной стабилизации поэтому снимать видео не получится при ходьбе нужно использовать штатив ну либо же находиться в статичном положении чтобы не трясти телефончиком вот такой вот у нас получился обзор распаковка мне телефончик пока что на первый взгляд нравится очень классный корпус я вот держу его в руках и ощущаю действительно приятную бархатистую такую тыльную поверхность она матовая и это чувствуется в руках действительно как же уже набил оскомину глянец который царапается на котором видны отпечатки пальцев и царапины здесь этого нету действительно очень классно смотрится и фактура и сам пластик подобран здесь очень неплохо ну и на первый взгляд камера тоже очень неплохо особенно учитывая стоимость этого телефона ну и мне интересно будет проверить как долго будет жить телефончик от батареи ибо здесь она на 5000 миллиампер ну что ж друзья буду заканчивать эту распаковку надеюсь вам понравилось обязательно поставьте лайк если это так ну и подпишитесь на канал если еще не подписаны ибо совсем скоро будет полноценный обзор на этот телефон ну и конечно же много 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 других обзоров которые вы также сможете посмотреть у меня на канале ну а я буду с вами прощаться с вами был айс всем пока